здравствуйте друзья и в продолжение о нашей беседе про замечательную выставку кейтсбург я сегодня вам расскажу то как я готовлюсь к такому огромному мероприятию ну начнем по порядку для того чтобы я пошла со своими котами на выставку что я должна сделать ну конечно я должна сначала глазом оглядеть взглядом окинуть кошек которые есть у меня в питомнике как правило это те же вы животные которые могут на что-то претендовать это те животные которых мне хочется показать и так с чего начинается карьера кота во первых мы выбираем систему по которой мы хотим выступать вот сапфирчик например замечательный парень он у нас а хайлен страйд длинношерстный шотландский котик котики с прямыми ушками они не приняты системе cfa так как это вспомогательный инструмент для работы с породы это промежуточные промежуточные можно сказать вариант и это не может быть показано в общем классе в чемпионате но такие вариации страйда то есть прямолухих особей они признаются системой тика и системой в цех поэтому пожалуйста велкам в эти две системы спокойно можно идти и выступать и показывать и так мы выбрали систему мы должны подать заявку пожалуйста обратите внимание что у каждой системы есть централизованная база данных утика есть свой собственный сайт у cfa свой собственный сайт у в cf есть российские собственный сайт там вы можете увидеть календарь выставок соответственно чем раньше вы подадите заявку тем дешевле заявка будет стоить для вас естественно есть различные варианты стоимости чем ближе к дате выставки тем больше различных повышений стоимости вы будете иметь нужно также учитывать что из одного питомника то есть от одного владельца неважно в собственном вашем владении либо вы и еще кто-то из совладельцев есть у кошки либо у кошек которые представляет ваш конкретно питомник мы можем иметь большие скидки если мы выступаем большой бригадой когда мы выставляем несколько животных это гораздо дешевле по экспонентским взносам и так что мы делаем дальше послали заявку получили подтверждение проверили все данные это нужно сделать обязательно потому что ну в 20 процентах из 100 всегда находятся какие-то коррекции коррекции в окрасе коррекции в возрасте человеческий фактор никто не отменял и это совершенно нормально как бы это нужно учитывать поэтому пожалуйста проверяйте свои заявки проверять данные котенка естественно все проверили все дали отмашку оплатили вопрос закрыли дальше пойдем с формально сначала стороны что мы будем делать дальше за пять дней до выставки не ранее но позже можно то есть за 5 до 4 за 3 за 2 дня мы должны пойти в государственную ветеринарную станцию с котом и с документами на кота то есть ветеринарным паспортом по требованию российского законодательства и рослихознадзора в общем-то наши все котики должны быть привиты от бешенства по российским законам должно пройти 21 день после вакцинации от бешенства но не больше 12 месяцев если эта выставка вдруг будет где-то в европе то с момента прививки от бешенства должно пройти 30 суток и не меньше дальше пожалуйста вы можете ехать если выставка в российской федерации россия не требует обязательно чипирования но все европейские выставки требуют для того чтобы пересекли границу животное должно иметь микрочип по моему личному опыту могу сказать что у меня все кошки чипированы мне проще так более того чтобы большинство животных стоят чипы с термодатчиком у меня есть сканер поэтому я всегда могу контролировать температуру тела своих питомцев то есть сканер аккуратно проводится вдоль шеи вдоль лопатки вы видите не только номер чипа но и температуру тела которая а в данный момент у конкретного животных удобно удобно дальше помимо документов микрочипов и прививок от бешенства естественно ваша киса должна быть привита от панликотинии кальций вируса и рентрохиита вакцину огромное множество я лично уже достаточно долгое время использую комплексную вакцину французской компании вирбак это филиген она все-таки наиболее крепко держит всякие болячки и во всяком случае она не пробивает то есть я спокойно я знаю что придя с выставки мои коты ничего на себе не принесут а если вдруг случилась какая-то эпидемия не коронавируса славьте господи какой-то бяки то привиты по-настоящему привиты от карантинированные кошки и котята они теоретически заболеть могут перенесут они это в легкой форме пожалуйста не игнорируйте делайте прививки своим кошкам это очень-очень важно поехали дальше как мы будем действовать дальше у меня большой питомник я имею совладельцев в разных городах россии в разных странах мира и вот зачастую как раз на такие крупные выставки ко мне приезжают мои коллеги из разных уголков и для того чтобы они сюда прилетели у нас существует еще один очень важный аспект это транспортировка животных и этому я уделю определенное внимание усилию усилию вашу концентрацию в связи с последними событиями в рамках выставки кэтсбург я была на пресс-конференция касаемо авиаперевозок вы все знаете что а если не знаю что я вам донесу у нас есть минтанс есть российские наши компании вот в частности компания аэрофлота которая я практически всегда в большинстве случаев летаю принимает набор 10 килограмм ручной клади но кошка больше 8 килограмм вместе с переноской весить не может то есть если у меня хайлендфолт например котенок ну или животные взрослые там вместе переноской весит 6 7 килограмм все в порядке оно совершенно спокойно допустимый набор а если у меня пойдет со мной кот мейнкун или кот американский короткошерстный он его вес однозначно будет превышать 8 килограмм почему я вам говорю про конференцию дело в том что как раз из-за ситуации с котом виктором который да посредством там обмана компания аэрофлота поднял животрепещущий на самом деле вопрос за что ему огромное спасибо михаилу галину и чудесному котику за увеличение веса то есть вот эти два килограмма они могут являться решающим все таки фактом по развесовки это не несет никакой функциональной нагрузки но плюс 2 килограмма если будет животное весить в ручной клади аэрофлот очень много выиграть потому что сейчас авиакомпания и 7 увеличила вес для провоза на борту до 10 килограмм это очень важно многие американские компании также увеличили этот вес у некоторых 9 у некоторых 10 килограмм это очень очень важно поэтому если вы покупаете билет на самолет вы должны сначала проанализировать то какие габаритов один или два зверя у вас есть собой у вас на одного человека это одна переноска неважно сидит у вас одно два или три животных это может быть мама с котенком это может быть помет котят хоть пять штук но важные параметры габаритов и вес безусловно поэтому вы для себя четко должны выбрать правильно авиакомпанию если так случилось что вы путешествуете и у вас несколько животных то есть не все кошки к сожалению вас могут уместиться на борту это стандартная практика я буквально две недели не две недели назад летала и на борт я беру животное с меньшим весом животное большое должно лететь в багаже что делать нужно для того чтобы подтвердить и корректно провести животных во первых при бронировании рейса вы купили билет ваша задача вы должны позвонить назвать номер брони и назвать параметры места в салоне параметры места багажа то есть вес и размеры вашего контейнера самое главное пожалуйста не экономьте на дешевых пластиковых контейнеров это очень важно потому что многие люди пытаясь экономить какие-то копейки на некачественном пластике могут иметь проблемы при перевозке пластик дешевый он очень хрупкий от него откалываются куски травмируя животных поэтому очень много претендентов как раз травматизации животных при погрузке их на багаж при перевозке в багажном отсеке они не проходят по причине авиакомпании не только проходят по причине безалаберности до сотрудник конкретного какого-то аэропорта это часто происходит из того что простите клиент сам выбрал некорректную дешевую переноску который при малейшем каком-то движении при резком торможении там то есть любое какое-то малейшее движение эти дешевые пластикопереноски они раскалываются факт факт поэтому если ваше животное путешествует в багаже пожалуйста выбирайте корректную переноску которая будет крепкая которая будет как вот например требования до у всех американских компаний как требование компании кайла по бокам железные шурупы и обязательно у вас на определенную высоту должны металлические штыри входить в двери то есть когда двери закрываются поэтому именно из такой переноски кошка никуда у нас сами не удерет не убежит и пластик хороший крепкий у нас вот например марчоры клеппера очень хорошо себя показали и по всему миру кошек мы перевозим и ничего страшного в этом нет поэтому подведем итог по транспортировке купили билет помните аэроход это 8 килограмм пока что возможно будут изменения следите за новостями и сэвен это 10 килограмм веса забронировали кошку в салон вторую кошку в багаж 22 тоже в багаж и полетели теперь я вам расскажу о еще интересных моментах если вы выступаете как в данном случае с перелетами вы выступаете в другом городе неважно приходится вам ехать на машине лететь на самолете ехать на поезде пожалуйста не нужно приезжать на выставку в день выставки потому что форс-мажорных обстоятельств бывает очень очень много на выставке кейтбург кое-кто у нас опоздал первые ринги потому что были задержки рейсов были отмены рейсов поэтому не нужно рисковать если вы все-таки по серьезному хотите участвовать не нужно пропускать рингов дайте ваши кошки отдохнуть в отеле приехать его в отель на сутки раньше разместите животное дайте ему отдых дайте ему насладиться и привыкнуть к новой обстановке и в этом случае шансов на победу у кошки будет гораздо гораздо больше чем придет владелец высунутым языком приедет кошка обмусолена без груминга не успели ее подготовить и ну шансов очень мало ради чего тогда мы все это делаем это же конкурс красоты это же все-таки серьезный проект который мы все показываем результаты своей работы я например показываю результат работы как заводчик как грумер как владелец крупнейшего питомника то в какой кондиции находятся мои животные вот поэтому я выставляю животных в разных возрастных категориях и котята у меня ветераны по 14 по 10 лет и кастраты и юниоры и половозрелые взрослые животные даже я живя в подмосковье хочу сказать что когда происходит выставка кэтсбург я всегда останавливаюсь рядом с шоу-холлом буквально в паре километров для того чтобы все мои животные прекрасно себя чувствовали в накануне выставки и дальше это была техническая часть очень важная подготовка к проекту к любому крупную к любой выставке особенно если это крупная выставка такая как кэтсбург дальше начнем при про подготовку самих животных как же сделать так чтобы кошка себя хорошо показала в самом начале собеседы я рассказал о том что когда вы живете бок о бок с этим котенком или с этой кошкой вы видите его потенциал только как животное воспринимают посторонних людей как она реагирует на звуки как вы прилагаете усилия к адаптации кошки мне наверное немножко проще потому что будучи грумером я своих котят мой каждая из четырех-пятинедельного возраста каждую неделю они знают финн они не боятся людей они прекрасно адаптированы не знают друг друга так как живут в прайде и у них все хорошо им всегда как любому индейцу всегда везде хорошо вот но вы должны выбрать определенных животных которые раскроют максимальный потенциал и безусловно если это животное длинношерстное вы должны задолго подойти именно с точки зрения мытья такой кошки представьте у вас огромный белый мейн-кун или красивый там колор-пойнтовый хайлент волк который никогда в жизни не мылся невозможно взять кота поставить его помыть и пойти на выставку вас всю шерсть вот практически оставит в ванной поэтому если мы планируем только лишь участвовать мы не знаем точно будем участвовать или нет существует гигиеническая норма мытья животных поэтому раз в месяц пусть ваша кошка моется а если мы себе наметили что мы все-таки хотим выступать пожалуйста используйте регулярный груминг обычную самую домашнюю помывку плюс подключайте спа процедуру для того чтобы шерсть была богаче в более блестящей более яркой с более частым интервалом каждую неделю каждые 10 дней каждые две недели по индивидуальным требованиям но это обязательное условие без домашнего груминга без домашней подготовки победы невозможно ибо невозможно будет сохранить хорошую кондицию шерсти кожи дальше естественно накануне выставки так как мы выступали кайф-количестве в нашем представлял 18 голов как я уже говорила то есть у нас было 13 животных как бы плюс 2 помета 3 18 плюс 1 это 19 животных которых мы мыли вот в пятницу я мыла всех для наших животных накануне выставки а в четверг мылись все краткошерстно то есть мыли сушились и прекрасно себя показывали так вот в этом году в рамках выставки кельсбрук 2020 была новинка я думаю что многие из вас обратили внимание академия груминга милорд и сеть салонов милорд предоставила три площадки на которые работали профессиональные грумеры оказывающие услуги по экспресс-подготовке животных по экспресс-груминга что это такое приехал человек с самолета прилетел он с поводу откуда-то животное что-то с ним случилось то есть шерсть помялась там в туалет он ходил замусолился и все кошки разные бывает что животное едет переноски начинает пускать слюни и у него вся манишка в слюна и все в таком духе естественно форс-мажор никто не отменял как бы вы ни старались там с вечера не кормите а сюрпризы могут быть вот как раз на таких зонах грумер он имеет с собой и шампуни и фены и пудры и салфетки салфетки у нас это мой просто самый излюбленный инструмент потому что 10 минут с помощью таких салфеток реально мы убираем желтизну мы убираем все физиологические выделения мы убираем жир который часто выстреливают коты плавозрелые то есть зоне хвоста безусловно на второй день выставки это незаменимый инструмент особенно после большого количества рингов то есть салфетки они убирают сосульки за ушами у всех грумеров это есть я не буду перечислять сейчас что еще из аксессуаров и гаджетов и препаратов есть у грумеров но у них поверьте есть полный арсенал поэтому экспресс груминг салон на выставках это хорошая нужная вещь поэтому можно всегда воспользоваться ну и в дополнение ко всему вышесказанному если вы вдруг не успеваете кошку сами помыть вы прилетаете на выставку там за день за два зарезервируйте грумера чтобы грумер профессионал помыл вашу кошку зарезервируйте для вас для вашей кошки специальное место чтобы специальный обученный человек помыл приготовил вашу кошку к выставке в соответствии именно с породным стандартам у нас достаточное количество в москве и вообще в принципе в москве подмосковье большое количество грумеров профессионалов которые умеют правильно готовить породные делать хороший шоу груминг именно в соответствии от требований той системы куда пойдет данное данное животное ну и наверное хочу от себя еще рассказать по подготовке кошек как у нас начинается выставка сейчас мы обсуждали то как мы делаем правильно выстраиваем цепочку и причинно-следственную связь то все у нас все приготовления завершены что нам нужно теперь делать и что нужно с собой брать и так всегда шоу холл мы берем два комплекта туалетов простите банально но это факт туалет складной туалет может быть пластиковый все что вам угодно один комплект для отеля второй комплект для шоу холла не нужно пытаться бегать туда-сюда и складывать все это весит сам по себе пустой туалет не весит ничего но это съедает очень много времени у вас то же самое два комплекта наполнителя два комплекта мисы два комплекта еды но вода понятно есть у нас везде это очень важный момент косметика также у вас должна в отеле быть базовый аварийный как я называю комплект салфетки бумажные салфетки нетканые салфетки чистящие плюс базовый какой-то небольшой флакончик шампуня в случае какой-то аварийной ситуации вы сможете окошку помыть всегда в отеле помыть посушить это очень важно чтобы не было какой-то суеты которая поверьте действительно отнимает много сил много времени комплект дразнилок для выставки с короткими маленькими палочками и какая-то дразнилка любимые игрушки для отеля потому что кошка в отеле себя должна чувствовать комфортно чувствует должна себя как дома ну и палатки здесь на выставке кредсбург компания supreme сделала большой подарок и нам не пришлось тащить большое количество выставочных палаток с собой потому что все кошки на этой выставке сидели уже приготовленных палатках то есть какое количество времени мы вообще сэкономили за это огромнейшая благодарность организаторам это действительно хороший подарок всем нам и более того вещь очень функционально которая пригодится в хозяйстве всегда если эта выставка некая сборка то конечно вам нужно с собой брать палатки поэтому ваша собственная палатка это ваш такой мини-маленькая мини квартира поэтому если у вас даяношерстная кошка не экономьте деньги и возьмите рядом стоящее груминг место кошка пушистая всегда будет нуждаться в каком-то дополнительном уходе если у вас питомника вы представляете много животных на всех кошек достаточно одного груминг места но если у вас даже одна кошка то не надо жмотиться и пусть у этой кошки будет дополнительное пространство как правило его всегда представляют за дополнительную какую-то небольшую плату бывает и бесплатно просто важно всегда это указывать и наверное в завершение я хочу сказать что кошка когда выступает на выставке она тоже очень сильно переживает она очень сильно нервничает и очень важно чтобы вы принимали ее и понимали ее состояние вы должны показать что все хорошо все спокойно что ничего страшного и в этом случае кошка будет раскрываться и чувствовать себя комфортно вот поэтому куча всяких нюансов вкусняшек дразнила каких-то милых домашних вещиц которые привыкли ваши питомцы они в шоу холле поверьте иногда очень сильно спасать ситуацию и вот как раз вот такой комплексный подход позволяет достичь серьезных высот достичь серьезных побед кефирчик подтверждение смотрите видео посмотрите как красиво наши финалисты проходили по красной ковровой дорожке на кэдсбург это просто невероятно совершенно зрелище который от которых захватывает дух от которого просто бегут мурашки ну конечно я уже сейчас начинаю готовиться к кэдсбургу следующего года моральные мы конечно же пойдем сколько котов понесем не знаю но пойдем точно ради адреналина ради драйва и ради нашей общей кошачьей вот такой тусовки спасибо всем вам дорогие друзья подписывайтесь на наш канал на мою страничку надежда румеваться и до новых встреч